МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышел на охоту, как в регионе ведут борьбу с браконьерами. А также экономика для маленьких. Учеников ульяновских школ обучают финансовой грамотности. Готовь трубы летом. Именно так можно перефразировать известную поговорку в связи с началом гидравлических испытаний. К середине мая они начались практически во всех муниципальных образованиях нашего региона. Работы идут согласно графикам. И уже сейчас количество теплосетей, подлежащих проверке, приближается к 10% от плана. У нас 978 теплоисточников. Проходят гидравлические испытания. Составлены графики. Проводятся гидравлические испытания практически во всех теплоснабжающих организациях. И мы приносим свои извинения жителям региона за те временные неудобства, связанные с отключением горячего доснабжения. Для того, чтобы испытания были более эффективными, теплоснабжающие организации используют специальные автономные опрессовочные центры. Сначала участок трубопровода, который необходимо проверить, отсекается задвижками от общей системы централизованного теплоснабжения. Затем к нему подключается оборудование. Если теплосеть выдерживает заданные параметры, то испытания считаются пройденными успешно. Подобные проверки эффективнее и менее затратны. Мы увеличили количество участков, подвергающихся гидравлическим испытаниям. Будем их испытывать опрессовочной установкой. Мы практически ушли от испытаний централизованного от станций. Прежде всего, с целью увеличения качества этих испытаний. Чем короче участок, тем качественнее итог проведения гидравлических испытаний. Согласно планам, данный этап гидравлических испытаний завершат в августе. Также, по традиции, при подготовке к отопительному сезону проведут ремонт котельных и наружных инженерных сетей, промывку и опрессовку сетей центрального отопления. От вопросов сферы здравоохранения до ремонта дорог и конкретной помощи погорельцам временно исполняющей обязанности губернатора посетил Южный район Ульяновской области. Алексей Русских встретился с жителями и поговорил с чиновниками. Итоги рабочей поездки в следующем репортаже. Добрый день. Рабочая поездка Алексея Русских началась со встречи с семьей, пострадавшей от пожара. Огонь в доме Корнауховых вспыхнул в апреле текущего года. Никто не пострадал, но семья осталась без крыши над головой. Сгорело все. Дом, вещи, личные документы. Помогают семейству, что называется, всем миром. Спасибо всем. О беде в семье, где воспитываются две приемные дочери, из обращений в соцсетях узнал и глава региона. Я слышал, там по бане были у вас вопросы. До 1 августа вам срок в бане будет предоставлено. Особое внимание Алексей Русских уделил ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Поручил усилить темпы вакцинации. Всего в Николаевском районе прививку от COVID-19 сделали порядка двух тысяч жителей. В Павловском районе ждут ремонта дорог. В 2021 году на это предусмотрено более 80 миллионов рублей. На четверть больше, чем в прошлом. Реконструкция коснется и мостовых переправ. Если мы смотрим толстовку, выяснили, что несколько опасений у нас вызывают, будет заключен прямой договор и выходим уже на укрепление обороны. Жители Старой Кулатки обратились в соцсетях к временно исполняющему обязанности губернатора с просьбой построить водопровод. Многие годы людям приходится буквально на себе носить воду из колодца. Когда у наших уважаемых любителей поселка будет удобная вода? С администрацией графика составим, наверное, месяц. Месяц, да. Также с главами районов обсуждалась недобросовестная работа рекоператора пятой зоны. Плата взымается, а мусор не вывозится. Почти в каждом районе такая проблема есть. Алексей Русских поручил решить этот вопрос в самые кратчайшие сроки. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Сдать кровь, проверить сердце. И не только в Ульяновской области стартовала выездная диспансеризация. Первая после пандемии. Передвижные ФАПы, закупленные в рамках нацпроекта здравоохранения, выдвинулись в отдаленные деревни и села, попутно перевозя заветную вакцину от ковида. Из Целинского района репортаж Ирины Силкиной. В очереди всего пять человек. В Степном Аненково от ковида уже практически все вакцинировались. На инвалидности была. Инвалидность мне не продлили. Узнаю, если можно привиться, привьюсь. Потоки пациентов специально развели по времени. Первая группа на вакцинацию. Чуть позже – те, кто пришел на плановую диспансеризацию. Андрей Николаевич проходил ее регулярно. Но из-за коронавируса, как и земляки, не был у врача больше года. Дорогую проверить. Уже воздух подходит маленько. Надо маленько провериться. Волнуюсь, пока я очень. Редко бывает в таких ситуациях. Повысилась. Несмотря на волнение, кардиограмма не вызвала вопросов. В ритм-синусе все хорошо. Профилактические осмотры и диспансеризация прежде всего для пациентов 65+. Хроников и тех, кто в группе риска. ФАП оснащен всем необходимым. Будем проводить ЭКГ, лабораторную диагностику, осмотры, антропометрию и все необходимое. И проведение диспансеризации. У нас эпид-обстановка уже идет на спад. Поэтому мы уже начинаем в этот месяц проводить активную диспансеризацию. Первым в графике Степное Айненково оказалось не случайно. Здесь уже полгода нет фельдшера в декрете. А вот дальше мобильный ФАП двинется к отдаленным селам и деревням района. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести Ульяновск, Исцельнинского района. Охоту на браконьеров ведут сотрудники линейной полиции. До 6 июня в регионе действует нерестовый запрет. Рыбачить можно, лишь соблюдая ряд правил. А вот тех, кто их нарушает, выявляют ежедневно. С Черемшаном Артем Петров. Катер сотрудниками Димитровградского линейного отделения полиции рассекает воды Черемшана. Любоваться окружающими красотами некогда. Внимание полицейских приковано к камышам. Обычно именно там прячутся браконьеры. Их сети во время нереста не дают рыбе отложить икру. Вот именно в таких укромных местах возле камышей чаще всего прячутся браконьеры. Определить это просто. Достаточно посмотреть под ноги. Вот здесь мы видим очень много крупной рыбьей чуши. А значит, совсем недавно здесь рыбу доставали из сетей. Эта чешуя очень крупная. И похоже на то, что ее обладатель является крупная рыба. Либо сазан, либо лещ. Размеры вот такие. Сантиметров 50-60. Не меньше. После того, как грязная работа сделана, браконьеры, видимо, решили отметить такой улов. Возле берега разожгли костер и распили пенные. Правда, даже мусор за собой убрать не удосужились. Дважды удар по природе. Также по двум фронтам браконьеров ловят полицейские. На воде и на суше. Вы что-то занимаетесь? Рыбу ловите. В следствии того, что мы начинаем гнать его как зайца к берегу, соответственно, он со своим уловом не захочет расставаться. И пойдет на берег. И на берегу его уже примут те сотрудники полиции, которые находятся там в засаде. Во время нереста ловить рыбу с лодки запрещено законом. А вот с берега – пожалуйста. Правда, и здесь есть ряд ограничений по снастям. Местные жители, которые добросовестно подходят к рыбалке, о черемшанских браконьерах знают. Вот только понять, зачем им столько рыбы, до конца не могут. Ну, я не знаю. Я думаю, это, наверное, те люди, которые сильно в еде, наверное, нуждаются. Как бы, я не знаю, для чего им еще столько рыбы. Голодают, наверное. Вот только голодные браконьеры до рубля. Рыба огромными партиями отправляется на продажу. Но таких деятелей сотрудники линейной полиции выявляют практически ежедневно. Нарушителям грозят солидные штрафы и уголовная ответственность. Как правило, на промысел браконьеры выходят ближе к ночи. Именно тогда начинается самая напряженная часть операции «Утина». Артем Петров и Антон Дурнов. Вести Ульяновск. Мерекецкий район. Экономика для самых маленьких. Финансовую грамотность в Ульяновске начинают преподавать со второго класса. Проект запустили в пилотном режиме. Как выгодно распорядиться карманными деньгами? И что выбрать для оплаты? Карту или телефон? О дополнительном образовании Элла Шахова. Телефон у современного человека всегда с собой, а карта не всегда. В чем-то ты прав, но телефон на морозе часто может выключиться, и не всегда можно за этим уследить. В 6-м А идут финансовые бои. Чем лучше пользоваться? Обычной картой или смартфоном с технологией PayPass? Главная зачинщица батла – Елена Стеклова. Она преподает в школе финансовую грамотность. На этом предмете также решают задачки. Что в условии говорит о том, что в принципе решение он может поменять? Через месяц исполняют 14 лет. И в это время уже можно найти какую-либо подработку. Сколько в неделю можно работать в 14 лет? Преподаю финансовую грамотность с 3-го класса деткам. В этом году у меня есть пилотные, так скажем, второклассники, которые очень, открыв рты, практически слушают, сидят на занятиях. И там, естественно, больше таких математических заданий, что сколько рублей ты потратишь в магазине на то, или что ты выберешь при покупке, то, что к их возрасту применимо. С этими ребятами мы уже летом даже говорили, у нас был краткий дистанционный курс про основу предпринимательства. Елена Стеклова, экономист по образованию, считает, что финансовую грамотность ребенку нужно начинать прививать с того момента, когда он впервые попросил в магазине что-то купить. Такой серьезный подход к дополнительному предмету дал воспитанникам Елены возможность войти в пятерку лучших во всероссийских мероприятиях. Школьники теперь и сами легко ответят, зачем им этот предмет. Допустим, если родители дают карманные деньги, не тратить все на всякие там чипсы, а откладывать на какую-нибудь большую цель, ну, например, на телефон, не знаю, на компьютер. Плюс в коммунитивных боях, в которых мы тоже участвовали, был такой вопрос. Коммунитивные бои – это когда одна команда ставила одну точку зрения, другая команда другой. Нужно ли изучение финансовой грамотности для подростков? И один из аргументов был за то, что лучше ребенок научиться сейчас, чем будет учиться, когда он будет взрослый. Там ошибки будут намного критичнее, чем сейчас. Обсуждение продолжили на областном семинаре в сфере финансовой грамотности. Лучших в этой области за прошлые и нынешние годы наградили. Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Необычный фонтан в виде сказочной птицы открыли в Заволжском районе Ульяновском. Местный кузнец Юрий Мосин трудился над жар-птицей несколько месяцев. Это ажурная скульптура, изготовленная из нержавеющей стали. В ней полтонны веса. Каждая перышко сделана вручную. Я сначала думал, что фонтан – это павлин. А потом понял, что на фонтане жар-птица. А кто такая жар-птица? Это волшебная птица. Она дарует красоту, счастье и мир. Дарует жар-птица – все это людям, поев молодильных яблок. Так говорит славянская притча. Такая яблоня была изготовлена кузнецами и установлена здесь же ранее. И жители нового города ее хорошо знают. Авторы проекта планируют организовать фестиваль мастеров на данной площадке. Не только кованого искусства, железных скульптур, то, что занимаемся именно мы отдельно. Будут разные ремесла дерева, глиняные искусства. Будут приглашаться лучшие мастера России в будущем и всего мира. Несколько площадок мастеров прикладного искусства были здесь и в день открытия фонтана. Дети с удовольствием участвовали в различных мастер-классах. И теперь о спорте. В Ульяновске продолжаются предварительные бои во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Это престижные турниры. Победители уедут с него со званием мастер спорта. А о старте соревнования в следующем репортаже. В Ульяновской области действует особый противопожарный режим. Несмотря на это, по региону прокатилась волна страшных пожаров. Почему бушут стихи? Об этом сегодня в программе «Тема дня» сразу после выпуска новостей. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. До встречи. Увидимся. Берегите себя. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области от 11 до 16 градусов тепла. В Ульяновске плюс 13, плюс 15. Завтра днем по области от 30 до 35 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 31, плюс 33. В лесах области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. По востоку области ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.